Внизу под нами пруды-отстойники. По проекту в них должна храниться кристально чистая вода. Прямо в эти природные резервуары птицефабрика огромными машинами сливают собственные отходы. Из болот фекалии текут речку Бергельду, оттуда в мяс, который в свою очередь впадает в шершни, а уже из водохранилища отрава поступает в наши с вами квартиры. Правда, пока наши местные очистные справляются. Воду дезинфицирует город. Именно поэтому Челябинск еще не поразила ужасная лихорадка. Ведь не исключено, что в этих перьях и фекалиях живут возбудители смертельных заболеваний. Вот сюда благоустроили как бы для себя, для удобства. Подъезжают машины с отходами производства от бойни птицы, жидкого помета. Сливают здесь, чтобы им было удобнее. Господа, портят природу. В прошлом году нашей съемочной группе удалось снять уникальные кадры. Вот они. К пруду подъехала бочка с отходами птицефабрики. Рабочие открыли забвижки. Дурнопахнущая жижа бурным потоком хлынула водоем. Сегодня мы пытались вновь подкараулить экологических террористов. Но узнав о нашем визите, вместо осенизаторов на место пожаловала неизвестная. Барышня наотрез отказалась представляться. Вместо этого перешла на крик и полезла с кулаками на телеоператора. Женщина, руки, 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 женщина. Ну хорошо, я выживаю. Звоните в милицию. Как позже выяснилось, на журналистов напала некая Галина Викторовна, директор ООО Межводсети, частной организации, в ведомстве которой находятся отчестные сооружения. Неудивительно, что дама так самоотверженно пыталась скрыть от нас творящийся здесь беспредел. Головной офис ее конторы находится на территории птицефабрики. Мало того, фамилия этой барышни Сергеева. Такая же, как у одного из руководителей семейного предприятия вице-губернатора Косилова. Значит, что-то есть, есть скрывать человеку? Так, если рассудить. Если, допустим, вам нечего скрывать, чего вам бояться? Конечно. Продолжение следует... Продолжение следует...